И поехали въезжать в эту тему. Берут министра и начинают накапливать информацию, под что можно дать кредит. И мы с Татьяной Георгиевной впервые в истории Украины давали кредит под линии электропередач. Фантастика. Просто некому это продолжать. А если бы мы это продолжили, то сегодня там емкость кредитования миллиард долларов. И никакого риска. Но для этого надо владеть этой темой так, как владеет этим господин Суркис, или там кто с ним вместе работает, который этими сегодня энергокомпаниями управляет. Там, кстати, молодой парень, не Суркис, а Григоришин. Но для этого потенциал того, кто въедет в эту тему, должен быть сумасшедшим. И, конечно, он и зарабатывать будет. Потому что там деньги нужны, а выдать мы их не можем. Потому что вот такой доклад. Такой? Никакой. Потому что не вяжется ничего. И тему ты не знаешь. Как это я не знаю? Я уже сотрудникам стал. Третьим наукой. Потому что я хорошо понимаю в этом. Продолжать углубляться в эту тему. Да, уже не с кем будет. Почему? Потому что одни у Пинчука заводы, и вторые у Порошенко. Вот у нас есть тут ниша нормальная. Я Порошенко сейчас позвоню, не бреши. У него ни одного завода такого нет. У кого? У Порошенко. Хочешь, я спрошу? А это магнитофон, я оставил. У Порошенко ни одного такого завода нет. Он не дурак. Не покупает таких заводов. Даже у Кобзона спросил. Это я вам как бы рассказал. За этот завод Людмиле Кучме звонил Кобзо, чтобы она угромонила Пинчука. И у Людмиле Кучме, сказки бабушки Арины. Это все не серьезно. Это все не серьезно. Это к делу не отказаться. Кто меня понял? Поднимите руку. Дмитрий Николаевич, можно выступить по этому кредиту? А что вы поняли из того, что я сказал? Да, молодожен. Ну? Нам нужно приехать в любую тему. Можно приехать в бизнес, чтобы платить. Совершенно верно. Но это не каждому дому. Потому что каждый человек, который будет у вас обслуживать, это великий человек. Если он зарабатывает бабки, не разговаривай. Если он зарабатывает бабки, является клиентом банка, и существует много лет, это великий человек. У него складываются цифры. Он контролирует ситуацию. Он каждый день, и бизнес у него растет. И чтобы стать на уровне с ним и выдать ему кредит. Ну, кстати сказать, ему, может, и не нужны кредиты. Но вы можете начать разрабатывать через него целую отрасль. И тогда наш банк станет номер один в мире. Потому что денег на Украине нужно вовремя. Но, когда я, например, начал заниматься выдачей кредитов по нефтезаводам, я сам поехал, посмотрел, как он выглядит, этот завод. И вся проблема только в том, что все эти нефтепрерабатывающие заводы, все всегда кидали по кредиту. Там найти нужно что-то такое, и дать им вот залог чего-то такого, да? Чтобы под бензин невозможно. Они не пустят на завод. Я ведь моделирую ситуацию просто, да? Приходит время отдавать кредит, мы ему, а там емкость сумасшедшая. Дяля 10 миллионов. Поговорим, отдавай бензин. А дулю тебе, извините, с этим самым. Как мы его заберем? Значит, судебным исполнителем, да? Он берет и показывает документы, что бензин этот весь заложен у других или находится в неизвестном месте. Там нужно найти какой-то момент, что-то такое взять у него в завод, например, я понял. Что если забрать у него это, завод остановится. То есть только с позиции силы. Но для этого надо по этому заводу изглазить так, и все документы посмотреть так. Ну, как все это происходит, где эти цепочки, и чтобы мы, ну, целая история была. Вот. Поэтому я жду, когда вы вырастите, и будете читать униан много, и всякую бизнес-прессу, и будете знать столько же, сколько знаю я хотя бы. А потом, когда... Ведь на самом деле, каждая из отраслей, в которую мы можем въехать, она очень интересна. Я готов к контресту. Вот у кого-то может быть интерес к птицефабрикам, да? У другого может быть интерес к заводам металлургическим. Я готов к вот этого человека, когда он начнет рассуждать и даст мне информацию. Начинать подбирать штаб. И мы начинаем вторгаться в эту сферу. Тогда нам нет рамок. Потому что приватбанк выдает кредиты по труду. А я не могу понять, как он это делает. Вот у тебя. То у него кредитный портфель, куда надо. Раз в десять больше. Потому что там семь таких, как я. И все рубят в этом деле. И нет риска. Чего они делают с этими разоренными... Этими... Я не знаю. Но они нашли... У них сходится. О! Вот так. А здесь по сахарным заводам у нас примерно вот так. Леонид Михайлович, они должны пройти... В клинче. Именно в клинче. Может там рисуется... Кто не читал униан? Нет, ну стажёрам у меня неинтересно. Потому что все темные. А кто из этих самых... Действующих директоров? Все. Могу говорить с любым, да? На тему униан. Что-то в глаза поставьте. Вы читали униан? Да. Все читали? Что там хорошего? Самое главное. Я, например, униан. Главное, это тяжелый заклопочек у вас. Например, я отметил, если надо будет у вас сообщение, против его незначительно. Я поставил, что, допустим, Банк НАТРА и Иван Бакул согласен украшен. А, было, было. Это сегодня. Занавесили, значит... А застылки, я говорю, да, да. Затемили, все еще. Нет, я просто хочу отметить, потому что это получается... Нет, отметить не надо. Мы сейчас на этом не хотим сказать. Что еще вы там прочнили? Ну, что еще может сказать, круг новый начальник назначенный. Что еще? Что за славу? Что еще? Что еще? Германчук. Германчук, да. Петя, мой друг, лепший. Ну, что еще? Там, в 2013 году добавляли Альфа-Банк, допустим, был. Потом было, что первый Украинский Международный Банк, значит, сначала хотел, чтобы там 70 акций, а потом 2,5% акций с этим. Перешел в СССР. За Застали, да, там. Было такое сообщение. Так. Вы униан читали? Не-не-не, не угодно. Да, да, да. Что там случилось? Там была информация по комментированскому отделению. Германчук, германчук, германчук. А то я... Информация по комментированскому отделению, что он работает по ГОС, по справочнику. Да, да. Значит, прибыль банка уладит за первое полугодие, справа 5,000, и он объединен. А что-то такое важное, вот вообще, вы считаете, было там сейчас? Значит, Киев-Германк, германчук, германчук, транс, так... Не, ну, это вы считаете в основном информацию, касающуюся банка. А вот такую, ну, высокого класса экономическая информация, что-то такое вам запомнилось? Вот, знаете, важно все. Важно, что Киев-Германк говорил на каком совещании. Важно, какие встречи состоялись с президентом, ну, это все. Важно, что сказал, кто назначен во главе какого комитета. Тоже важно. Потому что дальше мы можем здесь с вами обсудить, я вам дам характеристику этого человека, и я вам могу смоделировать, что он будет делать на своем обосновании. Всех министров обязательно знать. Всех начальников главков на уровне министров, всех обязательно знать. Так, кто еще... А вы меня читали? Ну, я посмотрел, я не подключил. Ага. А кто интернет смотрит? Или вы уже забыли, что я вам его установил? Да нет. Что я? Для новых сотрудников, кто приедет, имейте в виду, что весь интернет у нас... Каждый вход туда, он фиксируется, да? И когда мы только его установили, то... Самый популярный был вход в пупси-тру. А надо смотреть на сайты других банков, на этот самый. А пупси-тру... Есть понедельник, а здесь уже отделение... А, Тимеевская, с 7-го числа, тоже выплачивает. С 7-го и 9-го. Да. 7-го и 9-го уже выплачено. Вы восхвалили директора лентинского отделения, он ошибку допустил. Там два раза продублировали одну цифру, насчет финансовой прибыли банки и насчет капитала банки. С Луняевым. Луняевым. Там справка везде. Ну и тёп. Ну и тёп. По-моярши. По поводу справки. Может быть, её как-то разнообразить, потому что в каждом нашем сообщении справка всегда одна и та же. Она одинаковая. Тут же дайте свой вариант. В следующий раз я буду, я за то, что вы запишите, дайте вариант хороших разных вариантов справок к банке. Во-первых, там не соответствуют данные не физических лицах, уже в два раза больше у нас юрлист, но всё оно идёт, потому что тот человек, который сидит, он то выпьет, то закусит, и забудет, и всё равно вот так оно и идёт. Дайте варианты своих стран. Какие были претензии к центральному банку? Кто вас обидел, кто не ответил? Леонид Иванович, мы не можем выдать никак кредит. Всё уже готово, все документы готовы, никаких претензий нет. В следующий раз доложите. Там другая проблема. Да, какая проблема, просто клиенту могу сказать. Я могу тоже понять, там нужно со штыкурой заключить какой-то договор. А, это если касается товаров оборотов. Уже возили их представителей, всё нормально. Необходимо только вот именно резолюция ваша. Пусть вывозят, да, не дам. Пусть вывозят на наш склад товар, тогда дам. То есть мы не даем. Для клиента главное, или да, или нет. Просто ему нужен ответ. Я видел ваш кредит неубедительный. Я бы товары в обороте, кредиты не даю. Всё. Вопросы у меня? Николай, значит, всегда, когда открывается юрдел, в налоговую мы носим извещение. Возле Ковска, у нас, я когда докладывал, был возле с налоговой. Значит, они сейчас нам не ставят печать по углу гербану на извещение. Они ставят только штаб, чтобы принять. В банке я не могу прописать, что все эти штабы мы принимали. Мы ещё умудряемся там, в левом пути. Кому вы обрешали, что выжить это у нас? Я ещё пока решал эту проблему. Но, учитывая, что мы вчера выиграли сутку, после любой выголоку, то это дальше сейчас не будет. Я бы сейчас покажался к Наталье Валерьевне. И она сказала, что это... Наталья Валерьевна ничего не решает. Всё равно нужно круглой обрешать. Ну хорошо. Кому дальше будет я? Ну я Кириня, я пока что не буду обрешать. А чего Игорь НС? А мне есть заместитель УНС? Вы просто понимаете, там получается, что нету запроса, но я буду обрешать. Я не могу обращаться к кому-то в банке, да? Если вы к кому-то обращались, я последняя инстанция. Если нет, попробуйте пройти этот путь. Хорошо. Да, Валерьевна. Прутик ноль, она ничего не решает. Какие были претензии к Натальному банку? Кто обидел, кто что-то не сделал, не вовремя провёл, послал подальше? Всё нормально? Так, теперь у меня есть. Давай.